Былое нельзя воротить Пока живет, Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но согласно нашей млеме, поскольку длины ортов не меняются, дифференцирование каждого орта по времени получается путем векторного умножения омега на соответствующий орт. Поэтому это будет омега на е x штрих, это будет омега на е y штрих, А это будет омега на ез штрих. Теперь собираем все вместе. Здесь у нас стоят производные скорости по каждой из осей для жителя каруселей на соответствующие орты. Поэтому все это логично назвать скоростью, которую увидит житель каруселей. Поэтому здесь будет v штрих. А что здесь у нас получится? Смотрите, у нас есть общий вектор омега, который можно вынести вместе из этой суммы. У нас будет векторное произведение омега. А здесь будет rx штрих на еx штрих плюс ry штрих на ey штрих. Но я напишу rx штрих на еx штрих плюс ry штрих на ey штрих плюс rz штрих на еz штрих. Я же могу внести постоянные множители под векторное произведение, скалярные. Но все вместе это будет вектор r штрих. Это тот радиус-вектор материальной точки, который увидит житель каруселей. Итого мы с вами получили, что оказывается скорость, с которой движется материальная точка для нас с вами, есть скорость, с которой она движется для жителей карусели, плюс векторное произведение омега на r штрих. Ну, господа, этого и следовало ожидать. Ведь омега на r штрих – это скорость, связанная с… Когда мы крутимся, то точка мира не подвижется… Если точка вокруг нас движется по окружности с угловой скоростью омега, ее линейная скорость – омега на r. А здесь все наоборот. Мы стоим на месте, а мир крутится. Поэтому это можно было и с самого начала написать. Это просто обычный закон сложения скоростей. Но если раньше мы прибавляли скорость движения неинерциальной системы отсчета, то теперь у нас в разных точках неинерциальной системы отсчета разные скорости движения. Карусель крутится в центре, у нее скорость движения ноль, а чем дальше, тем больше скорость движения. И эта скорость как раз есть в произведении угловой скорости на расстоянии от центра до крутящейся точки. Это обычный закон сложения скоростей в случае крутящейся системы отсчета. Но я это сделал специально, потому что теперь будет грустно. Нам надо еще считать ускорение. Оцените мою доброту. У нас угловая скорость не меняется. А то надо было бы еще дифференцировать по времени амеку. Но вообще говоря, уже понятно, что надо было бы делать. Надо просто честно дифференцировать. И больше ничего. Давайте считать ускорение материальной точки. Для нас с вами надо дифференцировать это равенство. Орты для нас стоят. Естественно, если мы Vx, Vy, Vz дифференцируем, мы получаем AX, AY, AZ. Поэтому для нас будет AX, EX, плюс AY, EY, плюс AZ, EZ. Для нас с вами. А вот для него будет забавно. Это будет производная по времени от V штрих плюс омега векторно умножить на R штрих. V штрих по-прежнему это Vx штрих EX штрих плюс Vy штрих EY штрих плюс Vz штрих EZ штрих. Как всегда, сперва будем дифференцировать Vx, Vy и Vz штрих с штрихами. Что получим? Соответствующие производные и соответствующие производные умноженные на его орты дадут нам то ускорение, которое он увидит. Это будет AX штрих. Теперь мы должны дифференцировать орты. Это примерно то же самое, что только что мы делали здесь. И когда мы будем дифференцировать каждый орт, мы будем векторно умножать на омега. И в результате у нас с вами получится векторное произведение омега, но уже не на R штрих, а на что? На V штрих. Мы же V дифференцируем. Поэтому будет векторное произведение омега на V штрих. Это я V штрих продифференцировал. Слава Богу, омега константа, да? Потому что слава Богу, омега константа. Ее дифференцировать не надо. Поэтому надо, наверное, дифференцировать. А подождите. Омега это постоянный вектор. Осторожно. Это будет так. D омега по DT R штрих плюс омега D R штрих по DT. Это будет A штрих плюс омега V штрих векторно. Нет, все-таки если омега константа, наверное, это производная 0. А вот D R штрих по DT надо дифференцировать. Но мы уже где-то дифференцировали D R штрих по DT. вот что будет. Поэтому у нас будет плюс векторное произведение омега на V штрих. это первый сомножитель, а второй сомножитель это омега векторно на R штрих плюс омега векторно на омега на R штрих. ну и естественно с этим мы расправимся по бац минус сап поэтому получится H штрих плюс удвоенное векторное произведение омега на V штрих плюс бац это омега на омега R штрих минус цап минус R штрих на омега в квадрате. ну давайте для простоты считать что он живет вот на этой плоскости вокруг которой все крутится это я к тому что у него R штрих лежит в плоскости перпендикулярная омега если так то это будет ноль если у него вектор R штрих будет смотреть куда-то сюда и не будет лежать в этой плоскости то когда мы будем то это будет не ноль и вот разница этих штук даст нам вектор соединяющий конец вектора R штрих с осью вращения мы когда-то это делали когда занимались угловой скорость но давайте чтобы не путаться и без этого будет сложно считать что он живет в плоском мире и вот карусели крутятся так а он живет вот на этой плоскости пусть он не летает и без этого будет весело тогда R штрих это будет всего лишь расстояние от оси вращения до него от начала координат до оси вращения ну что ж у нас получилось два дополнительных слагаемых это будет A штрих плюс два омега на V штрих минус омега в квадрате R штрих осталось договориться об их поименовании да пожалуй я не буду никак называть ускорение я просто сейчас подставлю это выражение во второй закон Ньютона сумма сил действующих на телах в инерциальной системе отсчета равна M на A но A может быть записано как сумма A штрих ускорения тела в крутящейся системе отсчета плюс 2M омега на V штрих минус M омега в квадрате R штрих ну естественно мы как всегда хотим решать задачи на второй закон Ньютона в крутящейся системе отсчета и тогда я хочу написать чему будет равно произведение массы на ускорение тела с точки зрения наблюдателя крутящейся системе отсчета понятно что у нас будет сумма сил но к этой сумме сил добавляется произведение инертной массы на квадрат угловой скорости на расстояние от оси вращения до нашего тела и вычитается 2M омега на V штрих естественно у нас появилось две дополнительные силы инерции первая сила носит название центробежной силы вот это F центробежная если вы живете на каруселях которые крутятся вокруг вертикальной оси и остаетесь в плоскости каруселей то находясь вот здесь вы испытываете силу да если вы находите здесь то вектор R штрих смотрит сюда и на вас действует сила пропорциональное произведению вашей массы на расстояние от оси вращения на квадрат угловой скорости это центробежная сила которая пытается вас скинуть с каруселей если вы живете на каруселях вы считаете что ваши карусели неподвижны а весь мир крутится вокруг это не так глупо потому что мы интуитивно считаем что солнце движется вокруг земли согласитесь для нас для нас это вполне нормально но только когда мы живем на таком мире оказывается что чем дальше мы от центра от этой оси тем больше нас спихивает с этого мира в разные стороны у нас интересное гравитационное поле оно возрастает во все стороны симметрично и пытается нас раскидывать в разные стороны тем сильнее чем мы дальше от центра мира вот это центробежная сила но это еще не все есть еще одна сила вот это эта сила носит название кориолесовой силы кориолесова сила действует на тело только в том случае если это тело движется в неинерциальной системе отсчета на неподвижные тела кориолесовой силы на неподвижные вкрутящей системе отсчета кориолесова сила никак не действует ну чтобы интуитивно понять откуда она берется представьте себе что у нас крутится диск он горизонтально расположен а вы берете смоченный в туши или в чернилах шарик и запускаете его от центра к наружу пусть карусели скользкие так для наблюдателя в инерциальной системе отсчета шарик покатится равномерно и прямолинейно но он катится и оставляет след на каруселях а карусели едут и когда шарик докатится до этой точки эта точка будет здесь и он замажет шарик в этой точке но это точка была замазана раньше и она немножко уедет А эта точка была замазана еще раньше, и она тоже немножко уедет. И эта точка уедет. Но согласитесь, что центральная точка не уедет. Дело в том, что скорость, с которой крутятся карусели, в разных точках разная. И у нас каждая точка будет уезжать за разное время, но с разной скоростью. И поэтому след шарика нарисует вот такую кривую. И тогда житель крутящихся каруселей скажет, что за черт. По скользкой поверхности катится шарик. Но он катится не прямолинейно, а вырисовывает вот что-то такое. Наверное, скажет он, на него действует какая-то сила. И он выдумает Криолисову сила. На Земле, естественно, действуют и те, и другие силы. Если мы с вами находимся на каруселях под названием Земля, ну самое простое, конечно, на Северном полюсе, тогда эти карусели просто крутятся угловой скоростью Омега. Но мне интересно посмотреть на то, что делается вот здесь, на широте Санкт-Петербурга. Во-первых, мы ездим вот по такой окружности. Если мы здесь находимся, во-первых, на нас действует сила тяжести, направленная к центру Земли. Но, кроме того, на нас действует центробежная сила, направленная по прямой, соединяющей нас с этой осью в точке плоскости сечения. Вот сюда действует центробежная сила. Эта сила действует на все тела, независимо от их скорости. И она пропорциональна массе, поэтому эту силу можно совместить вместе с силой тяжести. Это, вернее, не сила тяжести, это гравитационная сила, гамма ММ делить на Р в квадрате. И вот эти две силы разумно сложились, чтобы легче решать задачу. В результате мы получим вот такую силу, и именно эта сила называется силой тяжести. Вот это и есть МЖ. Когда мы решаем задачи, мы никогда не думаем о том, что Земля крутится. И в Ж, в ускорение свободного падения, мы включаем центробежную силу. Поэтому Ж это не только гравитационная сила, в нее входит еще и вклад центробежной силы. И на экваторе Ж меньше, чем на полюсе по двум причинам. Во-первых, там максимальная центробежная сила. Во-вторых, Земля немножечко непрочная. И из-за вращения она еще сдавливается. Нам здесь до центра чуточку дальше перейдут. Но кроме того, когда мы двигаемся по поверхности Земли, на нас действует еще и кориолесовая сила. Про кориолесовую силу много сказок. Вот обычно говорят, что у нас вода в ванной вытекает, закручиваясь в одну сторону, а говорят, в южном полушарии она закручивается в другую сторону. Вот как-то, когда я был в южном полушарии, я на это не обратил внимания. Но лично мне кажется, что все-таки вода закручивается, когда она стекает в ванне, не из-за действия кориолесовых сил, а скорее из-за того, что ванна кривая, и сток не точно по центру. Она течет, и ее... Ну, если отверстие чуточку сбоку, да, тут тогда большая масса либо с этой стороны течет, ее так закручивает, либо с этой. Я думаю, что этот эффект превосходящий. Вот тогда бы было все нормально, тогда бы, конечно, тогда бы, конечно. Но что-то я не верю, что центрированы настолько ванны. Хотя, может быть, не знаю. Честно скажу, не знаю. Вот как-то интуитивно у меня сомнения. Дальше я читал в книжках, что когда течет река, с севера на юг, то ее один берег размывается сильнее, чем другой. Вы знаете, сколько на Байдарке не плавал. Я никогда не видел рек, текущих точно с севера на юг, как, впрочем, с запада на восток. И когда как-то всегда мне казалось, что когда речка петляет, то вот здесь этот берег размывается, а здесь этот берег размывается. Без всяких там кориолесовых сил. Но я дочитался еще до того, что когда у нас есть железная дорога, когда ездят поезда туда-сюда, все ничего. А когда ездит поезд в одну сторону, а по другому пути в обратную, то один рельс сносится сильнее, чем другой. Я совсем не верил в это, пока один раз не поехал со своими знакомыми студентами, которые потом стали доучиваться в Экольполе техник, мы поехали в Гренобль кататься на горных улицах. И вот, надо сказать, что из Парижа в Гренобль там электричка ничего ходит, 300 с чем-то километров в час, так. Я все думал, будет круто, а скука была. Она идет либо по высокой дамбе, либо в туннеле, либо там забор, ничего не видно. Я-то думал, что будет шоу некоторое, но все-таки 300 километров в час по земле не часто приходится ехать. Это скорость больше, чем скорость посадочная самолета и взлетная. Ну, абсолютно ничего, только когда поезд под мост или в туннель проходит, по ушам улет. Ну, там, уплотнение воздуха, а так он стоит совершенно не подвижен. Но это давно было, правда. Тогда еще не ходили у нас с обсады, а был первый поезд. Р-200, по-моему, он назывался, да. И вот он шел, и вот обратно я летел из Горенобля через Москву и на Р-200. На Р-200 он там еле-еле 200 километров в час развивал. И вот после этого едем мы 200, и когда он, наконец, разогнался до 200, он там чуть-чуть разгонялся. Он около Москвы, около Питера, там 150 и того нечего идет. И вдруг он стал так прыгать и лязгать, что я честно сидел и думал, господи, хоть бы он потише поехал. И стал я думать, почему парижский поезд со скоростью 300 километров в час идет и не халышется. А Питер, Москва жучит. И тогда я понял, тот-то поезд шел вдоль вращения земли и на него не действовала Криолиса Россия, а на наш поезд действовала Криолиса Россия. И это было очень заменено. А у вас есть какие-то другие точки зрения? Тем не менее, Криолисова сила очень полезна для тех, кто участвует в скачках на лошади. Если вы вылетаете из седла, всегда говорите чертова Криолисова сила. Когда вы быстро на лошади едете, она сильно возрастает, и сидеть на лошади становится очень опасно. Да, кстати, знаете такой эксперимент маятник Пуко? Вот он качается и поворачивается. А чего это он поворачивается, если мы живем на земле, и земля неподвижна, а солнце и звезды двигаются вокруг земли. Это же каждый понимает. А чего тогда плоскость маятника поворачивается? А он движется, и на него действует что? Криолисова сила. Криолисова сила это та сила, которая поворачивает маятник Пуко с точки зрения жителей земли. cicл кирпич anschлить Продолжение следует...